На выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, по крайней мере об этом свидетельствуют первые данные ЦИК, и все экзитполы отдают ему однозначную победу с серьезным перевесом. После оглашения результатов экзитполов Зеленский выступил перед своими сторонниками, поблагодарил всех за поддержку и пообещал их не подводить. Выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами. Об этом заявил Петр Порошенко, он признал свое поражение, но заявил, что из политики не уйдет и готов подставить плечо новому президенту Украины. На Украине, похоже, новый президент. Опросы говорят о том, что страну возглавит Владимир Зеленский. По данным национального экзитпола, у Зеленского 73,2% голосов избирателей, у Порошенко 25,3%. Свои опросы провели телеканалы 112 Украина, News One и 1+,1. По их данным, Зеленский набирает 72,5%, Порошенко 27,5%. На западе Украины за Зеленского проголосовали 56,4%, за Порошенко 43,6%. На востоке 88% избирателей за Зеленского, 12% за Порошенко. Это данные опросов телеканала 112. Явка, по предварительным данным, ЦИК составила около 62%. Оба кандидата уже выступили с официальными заявлениями. Вот что сказал Владимир Зеленский. Мы сделали это вместе. Обязан поблагодарить своих родителей за то, что они все это пережили. Любимой жене спасибо. Если бы она раньше знала то, что ей рассказали обо мне во время предвыборной кампании, наверняка бы не вышло за меня. Родителям жены тоже спасибо. Большое спасибо всей моей команде и штабу. От юристов и наблюдателей до колл-центра. Отдельное спасибо нашим барышням, милым Любе и Оксане, которые убирали за всеми, кого я только что перечислил. Благодарю квартал 95, который отныне может именоваться кварталом 73. Спасибо МВД за честную службу, АСБУ за то, что держали меня в тонусе. И, конечно, волонтерам и военным, которые защищают нашу родину. Спасибо журналистам, спасибо украинцам, голосовавшим за меня, а также тем, кто сделал иной выбор. Обещаю, что ни за что не подведу никого из вас. И последнее. Пока я еще не президент, должен сказать, как гражданин Украины всем странам, экс-республикам Советского Союза. Посмотрите на нас. Все возможно. И у вас тоже все получится. Петр Порошенко признал свое поражение, но заявил, что из политики уходить не собирается. Никогда не сдавайся. Никогда и никогда. В большом и малом, если это не противоречит здравому смыслу. Именно этими словами великого Винстона Черчилля я руководствовался всегда. Наши противники не смогут использовать против меня ничего из того, что они обо мне, бог им судья, говорили. Наша команда и в дальнейшем будет противостоять Кремлю. И это еще одна причина, почему я должен остаться. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь бороться за Украину. Наша команда должна защитить те достижения, которые мы вместе с вами завоевали. Защитить евроатлантическую стратегию. Рубежи, которых мы достигли за последние пять лет и которые теперь под угрозой. Выборы прошли честно, прозрачно и в полном соответствии с европейскими стандартами. В условиях войны мы сохранили демократию. В то же время, не могу не добавить, я готов подставить Зеленскому, чтобы он не наделал ошибок, опытное плечо. Но только в тех решениях, которые приблизят нас к Евросоюзу и НАТО. Петр Порошенко. Зеленский сказал, что готов рассмотреть кандидатуру Порошенко на один из государственных постов, если этого попросит общество. Вы хотите, чтобы я кем-то его назначил? Я обращусь к обществу. Если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту, может быть, я не знаю. Также из того, что уже успел заявить Зеленский о своих планах, следует, что политик намерен продолжать минский процесс и нормандский формат, закончить военные действия на востоке страны, собирается провести ряд кадровых перестановок, в частности, сменить генпрокурора и планирует избавиться от кортежей. По словам украинского политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, еще осенью прошлого года никто не смог представить себе, что Владимир Зеленский сможет на самом деле стать президентом страны. Он провел кампанию в стиле «Без крик», и просто не успели к этой кампании Зеленского напористой, технологичной, цифровой, адаптироваться к тех политических тяжеловесам, которые проводили все-таки старую кампанию, в старом стиле. А вот поделила не просто молодость, но и новые политические силы, новые формы работы с избирателями. Теперь, что касается Порошенко, если бы набрал он меньше 20%, можно было бы говорить и о поражении в президентских выборах, и о тотальном политическом поражении, и уходе из политики. Но вот эти 27%, если будет 30% еще, может быть, там Цыгна считает, это свидетельствовать о том, что у него есть электоральная база, он может стать лидером вот этого национал-патриотического электорального сегмента, участвовать в срочности календарных парламентских выборов. Я думаю, сейчас команда Порошенко и команда Медведчука и тех, кто хорошо сыграл в первом туре, будут требовать досрочных парламентских выборов для того, чтобы закрепить успех уже в парламенте. Чтобы электорат вот за эти полгода до осени, когда должны быть календарные парламентские выборы, ну, в контакт не раздвижался, не перешел куда-нибудь, не ушел из политики и так далее. Поэтому сейчас вот команда Медведчука-Бойко, Порошенко и других будут требовать досрочные парламентские выборы. Потом, не знаю, получится или нет, потому что другие, например, политики, наверное, такие, как, скорее всего, Тимошенко, Ренат Ахмедович, стоящие за ним политические силы, вряд ли заинтересованы. Вот в нынешних условиях на досрочные парламентские выборы, а они остаются влиятельными политическими и парламентскими игроками. Но, тем не менее, вот такой, если будет 30%, 27-30%, это оставляет Порошенко шанс оставаться в политической игре, претендовать на серьезные политические роли в парламенте. Вы уже упомянули, что у Зеленского была яркая, напористая пиар-компания. И все-таки, чем можно объяснить, что подавляющее большинство украинцев проголосовали не за профессионального политика Порошенко, а за юмористов бессильной команды? И не вызывает ли это опасения за будущее страны? В 2014 году Порошенко избрали как президента мира. И вот в 2019 году Порошенко избирался как президент войны. И эскалации конфликта с Россией, и обострение отношений Российской Федерации на Донбассе и так далее. Вот проголосовали опять за Зеленского, за президента мира. Можно спросить, а почему не за Бойко? Почему не за Медведчука? Ну, настоящего Бойко Медведчука. Очевидно, вот это слишком соглашательский был мир с точки зрения украинского центристского избирателя. А вот Зеленский это такой центристский путь к миру, без эскалации, но и без соглашательского, скажем так, отношения или соглашательской позиции, или позиции умиротворения Российской Федерации. Поэтому, кажется, вот это главное. Вадим Карасев. Действующий президент Петр Порошенко уже объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому. Глава Киевского центра политического и экономического анализа Александр Кава считает, что победителю президентской гонки придется вести очень серьезную борьбу за право назначить свое правительство. Согласно Конституции Украины, полномочия президента довольно-таки небольшие. И они существенно усиливаются, если у действующего главы государства есть возможность принимать законы и поддержка, соответственно, большинства в парламенте, а также наличие своего правительства. Только в этом случае должность президента Украины позволяет принимать разные решения и реализовывать их. Будет ли Зеленский распускать раду? Что будет осенью на парламентских выборах? Насколько высока вероятность, что он будет таким президентом при сильном премьере? Я думаю, что досрочные выборы в парламент, они такие состоятся, поскольку в них сейчас заинтересован не только Владимир Зеленский, но и действующий президент Порошенко, а также многие другие политические силы, которые сейчас представлены в парламенте. В принципе, не заинтересованы в досрочных парламентских выборах только политическая сила Арсения Яценюка, которые в результате рискуют остаться вообще вне парламента и вне властной вертикали в стране в целом. Удастся ли Зеленскому сформировать коалицию? Это тоже зависит от того, как быстро пройдут парламентские выборы. Поскольку до осени уже может иметь место разочарование многих граждан в реалиях, с которыми они сталкиваются, потому что чудо однозначно не произойдет, и даже после инаугурации президента Зеленского люди все равно будут просыпаться в той стране, которая есть сейчас. То есть любые изменения, они происходят не так быстро, как многим обывателям того бы хотелось. Ну и вероятные кандидатуры премьерские, кто это? В премьерских кандидатурах говорить слишком рано, поскольку их предлагает не президент, а предлагает парламентская коалиция. Наверное же примерно понятно, кого кто может выдвинуть. Нет, непонятно, потому что непонятно, какие политические силы могут сформировать коалицию в парламенте. Это довольно-таки непростой переговорный процесс в украинских реалиях, и это тоже вопрос уступок и компромиссов за каждой из сторон. Но я не думаю, что в новом парламенте Зеленский сможет сформировать коалицию с тем же Порошенко. Президент может предложить кандидата на Министерство иностранных дел, на Министерство обороны, на главу службы безопасности Украины и на должность генерального прокурора. Это вот президентская квота, и то эти предложения должны еще утверждаться парламентом. Также по согласованию с правительством президент может назначить губернатора. Александр Кава. До объявления официальных данных мы не можем позволить себе другую формулировку. Однако по данным экзитпола фактер на президентских выборах набрал более 70%. Это беспрецедентный случай, сравнение Зеленского с Рейганом или Шварценеггером некорректно. И человек, не имеющий никакого политического опыта, так убедительно еще не побеждал. Мы спросили у простых украинцев, почему подавляющее большинство их сограждан проголосовали не за профессионального политика, а за юмориста без сильной команды. Нет ли у них опасений, что Зеленский не справится? Владимир из Днепра на этот счет спокоен. Украина. Местные жители. Зайдет и консультантов, и советников. В мир поможет, я имею в виду. Там Европа, Америка, опять же. Нет, никаких согласений нет. Мне кажется, все получится. Я не пускаю на трамвай, но там его, скажем так, фирмы, да, организации, вот Зеленский Квартал. Там не так мало людей, кстати, работает. У него, как можно увидеть, да, замечательный. Все успешно, все хорошо. А по поводу остального, ну, я думаю, что не вопрос, не проблема. Владимир, скажите, пожалуйста, а вот от Зеленского ждут ли, и в частности, ждете ли вы, каких-то шагов по поводу улучшения отношений с Россией? И вообще, есть ли в обществе запрос на подобные вещи? Ну, я думаю, что если это будет и в ущерб Украине, то, конечно, да. Отсутствие у Зеленского политического опыта не смущает и Алексея из Киева. Смотрите, он же не простой юморист, как Миша Гаустян, там, или Слепаков. Это человек, который создал медиа, ресурс классный, у него хороший продакшн. Короче, как бизнесмен, бизнесмен в шоу-бизнесе. Он, как бы, сделал себя сам обыкновенный, знаете, такая American Dreams, обыкновенный парень с Киева урога. Как кандидат в президенты, в данном случае в нашей стране, в нашей ситуации, это, конечно, очень плохой вариант. Может быть, я не знаю, история покажет. Может быть. Но общество на него отреагировало по двум причинам. Своим голосованием, честным я считаю, голосованием. Отреагировало, потому что Котор Алексеевич не оправдал надежды. А второе, нашему народу, всему, просто надоели эти лица. Вот просто, вот просто-напросто надоели лица. У общества большой запрос на реформы. А вот у киевлянина Анатолия совсем другое мнение. Это пи***ь, извините за заражение. Ну, это все, это хана. Ну как, вы знаете хоть один пример удачного выбора президентом страны человека, который никогда не был в политике? Это все равно, что прийти в казино и поставить на зеро все, что у тебя есть. Если у человека нет опыта в политике вообще никакого, соответственно, он полностью попадает под влияние его окружения, которое является олигархами. И все, и у нас откат. Сейчас будет про***на вся внешнеэкономическая деятельность, внешняя политика. Все будет про***на за ближайшее время. А вот мнение Олега из Одессы. Голосовали здесь очень многие одесситы. Ну, тех, кого называют там ватниками, неважно. Они голосовали не за Зеленского, естественно, а против Порошенко. И думаю, что отрыв будет очень большим. Зеленский ни в коем случае не наш. Его нельзя считать, естественно, ни ватником, ни в коем случае там не пророссийским. Это человек очень зубастый, как я понимаю. В тихом ум те черти водятся. Он может оказаться еще и похуже Порошенко. Ну, это мое личное впечатление. Я говорю, я дилетант, я не обладаю там какой-то конфиденциальной информацией. Это просто мое личное впечатление взрослого, опытного человека. Но мы так его рассматриваем. Я не могу за всех одесситов как бы ручаться, но я общаюсь с очень многими людьми. Мы, знаете, как ему предъявим такую санитарную функцию, что ли я бы сказал. Пусть немножко он их почистит. Как это волки от испуга скушали друг друга. Но это все, что мы можем. У нас не было своего кандидата. Просто не было.